С наступающим, друзья! В канун Нового Года все сейчас принялись раздавать лавры, составлять топы, подводить итоги. И, в общем, мы подумали, чем мы хуже? Мы-то лучше. Поэтому, как обычно по пятницам, в эфире GameGuru News и я, Михаил Кольбус, с главными новостями, слухами, релизами, прошедшей недели, а не года. Вот такие мы диссиденты. Релиз в этот праздничный и традиционно мертвый сезон хочется отметить лишь один, и то он вышел в ранний доступ Steam. Речь об экшене с ролевыми элементами для HTC Vive под названием Sirenta VR. События игры разворачиваются в футуристичной Японии, где главный герой является членом тайного общества, живущего по заветам самураев и ниндзя. Ну, надо сказать, в Японии по другим заветам и не живут. Бывшие товарищи загадочного протагониста ударными темпами превращаются в накачанных нано-машинами психопатов, сквозь толпы которых игроку и предстоит прорываться с высокотехнологичной катаной наперевес. Sirent VR примечательно, пожалуй, лишь своим неоновым сеттингом, но зато ее разработчики из Mixed Realms чуть ли не единственные поделились информацией о продажах своей игры, благодаря чему все мы можем сделать некоторые выводы о размерах рынка. Согласно официальному пресс-релизу, за первые четыре дня самурайскую VR-сагу купили более тысячи человек, и по мнению издателей, это весьма неплохой результат. А вот по мнению наших дорогих диванных экспертов, уверен, это очередное доказательство несостоятельности и ненужности шлема в виртуальной реальности. Или нет? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Миша, это все... Алексей Николаевич, в комментариях, пожалуйста. Новостной блок начнем с минутки криминальной хроники. Как сообщает местная пресса, в Красноярске ограбили киберспортсмена с применением огнестрельного оружия. Что иронично, покусились грабители на драгоценности не реальные, а игровые. Во время турнира по Counter-Strike Global Offensive вдвое угрок 22 и 25 лет отроду усадили в машину жителя Новосибирска, прибывшего поучаствовать в состязании, и принудили передать им внутриигровых предметов на сумму в 27 тысяч рублей. Предположу, что речь идет о моднейших скинах для виртуальных итераций того самого оружия, которым пострадавшему и угрожали. Полиция довольно оперативно задержала подозреваемых, и теперь им светят до 10 лет лишения свободы. Вот такие они, киберпреступники 21 века. Ох, какая отвратительная рожа. Теперь поговорим о нашей любимой компании Crytek. Неопределенность в ее финансовом будущем уже заставляет некоторых разработчиков идти на крайние меры. Творческий руководитель Cloud Imperium Games Крис Робертс объявил о том, что его многострадальное детище Star Citizen, разработка которой ведется уже 4 года, сменила движок. Отныне она создается не на CryEngine от тех самых бедных Crytek-овцев, а на базе Amazon Lumberyard. Правда, тут надо отметить, что в 2015 году компания Amazon для создания этого собственного движка лицензировала все те же технологии CryEngine, просто прикрутив туда поддержку собственных сервисов, социальных функций и стримингового сервиса Twitch. Так что речь идет скорее о формальном перезаключении контракта с другим владельцем той же лицензии. На всякий пожарный, так сказать. Хотя сам Крис Робертс утверждает, что переговоры с Amazon шли уже около года. А вот болгарская студия Black Sea, Черное море по-нашему, напротив решила отколоться от агонирующего Crytek, пока ее не прихлопнули окончательно. Теперь базирующаяся в Софии студия именуется Black Sea Games Limited, имеет собственный сайт и уже вовсю трудится над новым загадочным проектом. Надеюсь, в будущем году мы сможем рассказать вам об интересных анонсах, освободившегося от корпоративных оков разработчика. А вы когда-нибудь напивались до такого состояния, что превращались в зомби? Ну или, может быть, видели в таком стене своих друзей? Если нет, мало ли какие язвенники и ханжи нас смотрят. Теперь у вас есть такая возможность, причем сохраняя 0 промилль в крови. Отечественный инди-разработчик 4iLab в рамках соревнования программистов за пару суток создал Drunk or Dead, в VR-игру про алкоголизм и зомби. Суть такова, начался зомби-апокалипсис и заражение обойдет только под выпивших людей. Да, так себе завязочка, но вы не забывайте, что разработчик отечественный, а игра на Оскар за сценарий явно не претендует. Игрок сидит за барной стойкой в салуне и должен регулярно выпивать, дабы не обратиться в монстра. Казалось бы, что может быть проще, но тут в дело вмешиваются недобравшиеся бутыльники, которых приходится отстреливать вместо закуски. Если игра получит одобрение в Steam Greenlight, то выйдет для HTC Vive уже 10 января наступающего года. А талантливый разработчик сразу примется за создание симулятора избиения жены на время и гонок на выживание по ободку унитаза. Но это не точно. Пришло время для минутки скорби. 27 декабря скоропостижно скончалась всеми нами любимая Кэрри Фишер, она же принцесса Лея, от сердечного приступа. Актрисе было 60 лет. Причем тут игры, спросите вы? Ну как же, как минимум в прошлогоднем Баттлфронте есть персонаж с внешностью Кэрри Фишер, та самая принцесса, причем в полной боевой готовности. А фанаты легендарной франшизы со всего мира устраивают поминальные церемонии, как только могут. И на Реддите, и в MMORPG Star Wars The Old Republic, и много где еще. Да пребудет с вами сила, принцесса, где бы вы ни были. Продолжаем тему Звездных войн, но уже с забавной ноткой. В сети появился очередной геймплейный ролик от миньонной игры Star Wars Battlefront 3. Не так давно мы уже писали о подобном ролике, на YouTube выложили геймплей первой миссии несостоявшегося триквела старого Баттлфронта. Кстати, показанный там Билк является ранней альфа-версией, после нее работа над проектом какое-то время еще велась. Более того, автор канала под ником Fuse в описании ролика призвал бывших разработчиков из LucasArts прислать ему сохранившиеся с тех времен копии. А нынешних издателей Battlefront из Electronic Arts попросил собрать хоть самую малюсенькую командочку и доделать проект ради всех фанатов Труканона. Может быть тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Ну и напоследок хочется напомнить вам о нескольких важных вещах. Во-первых, сегодня в 6 часов вечера по Москве приходите на прямой эфир, где мы будем подводить итоги нашей новогодней сказки. Раздавать, в общем-то, призы заслуженным победителям, обмазываться майонезом, оливье, мандаринами. В общем, все как положено. Во-вторых, сегодня у нас вышел первый взгляд на любопытнейшую альфу ММО-шутера отечественного, между прочим, Escape from Tarkov. Где мы постарались ответить на все, так сказать, базовые вопросы и поделились первыми впечатлениями. Но от 1 января к вечеру, как проснетесь и продерете глазеночки, заходите к нам, чтобы посмотреть прогноз по играм на январь с нашей замечательной Марусей. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Это были последние в 2016 году GameGuru News. Меня зовут Михаил Кольбус. Смотрите, во что играете.